Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сыр ли это? На самарских прилавках все чаще встречается подделка. Какого цвета будет Самара-Арена и когда завершится ее стройка? Стадион, который будет принимать матчи Мундиале, сегодня стал главным ньюсмейкером дня. На объекте прошло большое совещание с участием губернатора Николая Меркушкина, профильных ведомств и подрядчиков. Встречу организовали в почти завершенном секторе А, где уже выполнена черновая отделка. Сдать в эксплуатацию весь стадион Самара-Арена планируют в декабре 2017 года. Спортивный объект будет покрашен в светло-серый цвет, его высота составит 60 метров. Местимость 45 тысяч человек. Купол выполнят из полупрозрачного поликарбоната. На совещании обсудили также планы по развитию инфраструктуры вокруг стадиона. В частности, речь шла о создании наукограда Гагарин-центр. На его базе будет создан мощный научно-исследовательский центр и студенческий кампус нового типа. Эту идею, напомню, поддержал министр образования и науки России Дмитрий Ливанов во время своего последнего визита в Самару. Кроме того, на территории Гагарин-центра будет реализован ряд важнейших проектов. В частности, дизайн-центра, конструкторское бюро космического машиностроения, инжиринговый центр. Что же касается самого стадиона, то строительные работы идут полным ходом. Сейчас во многом уже все на такой финишной прямой. На начальном этапе было еще много сложностей. Сейчас можно очень быстро, очень быстро делать любые объемы. В два-три раза больше, чем условно можно было их делать полтора-два года назад. Более подробно о прошедшем на стадионе совещании и о принятом на нем решениях мы сообщим в наших следующих выпусках. Дорожная инфраструктура рядом со строящимся спортообъектом тоже в центре внимания. Капитальный ремонт идет на улице Демократической. Причем подумали не только об автомобилистах, но и о пешеходах. Когда вместо грунтовой обочины Демократической появятся тротуары, узнала Марина Кравцова. В ритме вальса два катка одновременно укатывают асфальт. Такая синхронность для придания прочности дорожному полотну. На улице Демократической идет капитальный ремонт. Полностью отремонтируют четырехполосный участок протяженностью почти пять километров. Покрытие делают двухслойное. Первый выравнивающий слой 8 сантиметров асфальта уже уложили. Сейчас укатывают финишное покрытие. Сейчас мы видим укладку, которую ведет подрядчик в два укладчика. Соответственно, один из таких моментов характерных. Обеспечивает он непрерывную укладку, не допуская остановки укладчиков при производстве работы. Что позволяет достичь нормальной ровности и обеспечить минимальное количество продольных и поперечных стыков. Современное покрытие выдержит и большегрузные автомобили. Гарантия от подрядчиков пять лет. В последнее время широко стали использоваться так называемые полимерно-битонные вяжущие, которые добавляют сейчас состав в чемпионочный мастичный асфальт и бетон. Что значительно продлевает срок службы дорожной одежды. Полностью завершить работы подрядчики должны в сентябре следующего года. Трудятся подрядчики в основном в темное время суток, чтобы минимизировать помехи дорожному движению. Сейчас работают шесть звеньев. Это в общей сложности 40 человек. За одну ночь укладывают около 11 тысяч квадратных метров дорожного полотна. В итоге улица Демократическая полностью преобразится. Дорогу в некоторых местах расширят, чтобы довести ее до нормативной ширины. Кроме того, на всей протяженности появятся тротуары. Где-то они будут выложены красивым плиточным покрытием, а вот конкретно на этом участке сделают асфальтовые тротуары. Вместе с укладкой асфальта меняют бордюры. После установки дорожного ограждения оборудуют восемь регулируемых пешеходных переходов. Пока ремонт не затронул два участка. В районе Ташкентской и рядом с будущей дорогой к стадиону Самара-Арена. Их отремонтируют чуть позже. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов. События. Специалисты дают добро. В Самаре проверили качество дорожного ремонта улицы Земеца на участке от Литвинова до Прибрежной. Напомню, приводить его в порядок начали в августе прошлого года. И сегодня работу подрядчиков оценила специальная комиссия. Асфальтовое покрытие в три слоя, дорожная разметка из термопластика, новый бордюрный камень и огороженная пешеходная зона. Это лишь часть того, что удалось сделать на улице Земеца меньше, чем за год. Комплексный ремонт здесь охватил участок в 37 тысяч квадратных метров. При выполнении работ по ремонту объекта ввелся надзор за применяемыми материалами и за качество выполняемых работ. Нареканий к подрядчику в части материалов и качества работ нет. Общая сумма муниципального контракта по комплексному благоустройству участка составила 91 миллион рублей. Это средства городского и областного бюджетов. На них благоустроили газоны, отремонтировали и тротуары. Позаботились и о слабовидящих гражданах. Пешеходная зона перед проезжей частью выложена тактильной плиткой. Ремонты с нетерпением ждали как пешеходы, так и автомобилисты. Я еще раз хочу выразить благодарность главе города Олегу Борисовичу Фурсову и губернатору Николаю Ивановичу Меркушкину, что действительно обратили внимание на безымянку, на промышленные зоны. И у нас достаточно хороший получился объект. Данная магистраль у нас обслуживает крупные промышленные предприятия, «Прогресс», «Авиакор» и дальше до береговой кислородный завод. Вот, соответственно, небольшой жилой массив присутствует на землице. Поэтому то качество выполненных работ, которые сегодня мы посмотрели и убедились, оно соответствует комплексному ремонту. Подрядчику все же предстоит сделать небольшую работу над ошибками. Присутствуют незначительные недостатки, которые будут устранены в кратчайшие сроки. Все работы, которые проводились подрядчиками на этом объекте, очень внимательно контролировались общественностью, и депутатами, и общественными советами микрорайона, и другими, и председателями ТОС. В общем-то, на протяжении всей работы тесно контактировали, делали свои замечания, высказывали пожелания. Вскоре участок передадут на содержание МП-благоустройства, которое в дальнейшем будет следить за чистотой и порядком. А за проделанный ремонт в течение пяти гарантийных лет будут отвечать подрядчики. Павел Баймаков, Станислав Левин. События. Товар вне закона. Более 50 тонн санкционной продукции в этом году уничтожили сотрудники Россельхознадзора. Под бульдозер попали яблоки из Польши, черешни из Украины. Контрафакт в Самаре задерживают регулярно. О том, какая судьба ждет нелегальный товар, репортаж Алины Чемерес. Ящики с ягодой, привезенные из Украины, переносят из одной машины в другую, которая доставит товар на полигон. Груз весом почти 8 тонн и стоимостью около 3 миллионов рублей проехал тысячи километров, чтобы в итоге оказаться на свалке. Не помогла даже маскировка. Ее привезли с документами Сербии. То есть есть товарные накладные, сопровождающиеся документы данных грузов. А на самом деле черешни из Украины. Но зад фуры был заложен сербским товаром, сербской черешни. То есть ее как бы невозможно было увидеть, эту черешню. Ящики с незаконной черешни не церемоний сбросают на землю. Затем в дело вступает тяжелая техника. И так поступают со всей контрафактной продукцией. Несчадно давят бульдозером. Вся подлежит уничтожению. С начала года сотрудники Самарского Ростельхознадзора уничтожили около 60 тонн контрафакта. Самая крупная партия – две фуры с польской продукцией. 20 тонн яблок и столько же черешни. Товар задержали на одном из мобильных постов совместно с ГИБДД. Чтобы провести контрафакт через таможню, предприниматели, как правило, хитрят. Кладут ящики, этикетками внутрь ставят с краю продукцию законную. Санкционные товары везут через страны таможенного союза, по территории которых санкции не введены. Поэтому уже по территории таможенного союза они свободно перемещаются. Стараемся останавливаться, смотреть документы, спрашивать, проверять документы. При отсутствии документов, естественно, смотрится товар, ящики, маркировка, этикетка. Обращаем внимание. В рейды сотрудники надзорных органов выходят регулярно. Проверяют овощебазы, торговые сети. Как правило, санкционный товар встречается везде. Продавцы, которые решились на риск и провезли контрафакт в случае конфискации, сильно теряют в деньгах. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, Станислав Левин. События. Фальшивые сыр и масло производят на девяти предприятиях Самарской области. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Почти полтонны некачественных молочных продуктов обнаружили в магазинах. Производителям выписали штрафы на сумму в полтора миллиона рублей. Что находят в образцах сыра и масла? Об этом в нашем следующем сюжете. Сыр тропический. Так можно назвать немалую долю молочной продукции на самарских прилавках. Почти везде в составе пальмовое масло. Роспотребнадзор регулярно устраивает проверки. Результаты не радуют. Доля фальсификата на рынке увеличивается. В большинстве случаев это являются производители масла сливочного, сыров. И замыкают так тройку. Это молоко сгущенное. Как правило сыры это полутвердые сыры, которые пользуются наибольшей популярностью у потребителей. Они чаще всего и фальсифицируются. В лаборатории Роспотребнадзора молочные продукты проверяют в несколько этапов. Сначала специалисты определяют жирно-кислотный состав. Например, из масла оно выделяется путем слоения фас, на жировую и нежировую. Из сыра это просто экстракция жира из пробы. И такие продукции, как молоко, сметана, ряженка, гефир и другая различная молочная продукция. Предварительно мы ее сквашиваем. Результаты проп расшифровывают и направляют в отдел надзора. Там и выясняется, есть ли в сыре то, чего быть не должно. Пальмовое масло, сухое молоко, вредоносные бактерии. Производители некачественных продуктов ждут штрафы, суды и запрет на производство. Покупателям остается угадывать, какого качества окажется купленный продукт. Масло совсем другое такое, какое было раньше. Намного. Цены ненормальные. Для этого качества, конечно, сыра не стоит. Поэтому урезаем. Поменьше. Я беру дорогой сыр, стараюсь дорогой масло брать, не дешевое. Чтобы не тратить деньги зря, нужно внимательно изучать упаковку. А также список недобросовестных производителей на сайте Роспотребнадзора. Марина Матвеевшна, Олеся Корецкая, Максим Гусев. События. День своего бракосочетания. Каждая самарская семья теперь сможет запечатлеть не только в фотоальбоме, но и в бронзе. На набережной появилась аллея молодоженов, которая будет выложена бронзовой плиткой с именами супругов. Со временем участок от полевого спуска до бассейна ЦСКА ВВС будет сверкать кирпичиками новобрачных. Олег Зверев расскажет, сколько молодых пар уже побывали на аллее молодоженов. Пока в основании Самарской аллеи молодоженов только два бронзовых именных кирпичика. Но со временем весь этот участок набережной превратится в настоящее чудо света. Каждая пара новобрачных сможет прийти сюда и запечатлеть день своего бракосочетания. Сверкающая брусчатка будет украшать площадь от полевого спуска до бассейна ЦСКА ВВС. Василий и Наталья Калмыкова только еще собираются стать супругами. Свадьба 30 июля. Но сегодня они главные герои церемонии. Правда, похоже на Самарское. Такое чудо света, куда будет приятно прийти, возвратиться, увидеть себя. Еще раз напомнить, что вот наша семья такая же крепкая, как этот кирпичик. Раз я отлили бронзу, это будет тяжело как-то исправить. Поэтому раз уж туда отлили, но придется до конца, до конца в семье быть. А еще им хотелось бы прийти сюда лет через 10 или 20. С детьми, а может быть и внуками. Тогда этот бронзовый кирпичик станет для них золотым, позволив еще раз пережить воспоминания о дне рождения своей семьи. И что именно им посчастливилось принять участие в торжественном открытии аллеи. Сегодня в Самаре относятся к семье, как к великой святыне. Действуют программы поддержки семьи. За воспитание детей вручают награды. Вы знаете, я искренне верю от того, что аллея сегодня открывается. И каждая семья, которая в день бракосочетания захочет увековечить столь знаменательное событие, будет иметь возможность составить символ на вот этой замечательной улице, на нашей набережной, которая является красивейшим местом Самары. А мы, с своей стороны, готовы, конечно, делать все для того, чтобы качество жизни наших горожан неуклонно повышалось, улучшалось, и люди чувствовали уверенность в завтрашнем дне. Наш город должен расти, у нас должно рождаться как можно больше детей, и делать нужно все, чтобы создавать условия, чтобы наши дети оставались здесь, в Самаре. Создавая семьи, мы, конечно, с вами закладываем тоже в кирпичики. И кирпичики в основании нашего города, в продолжении нашего города, в продолжении тех великих традиций, которые есть. Оставить семейный кирпичик на аллее молодоженов смогут не только новобрачные, но и все желающие увековечить память о своей семье. В частности, так можно запечатлеть серебряные или золотые юбилеи совместной жизни. Со временем это станет доброй традицией. Чем больше семей будет в городе, тем больше блеска на самой красивой в Поволжье набережной. Олег Зверев, Алексей Золотенков. События. И сегодня же восемь влюбленных пар расписали самым популярным среди новобрачных мест Самары дворце бракосочетаний. В народе он получил название «Теремок». Дворец открыл свои двери после долгой реставрации. И не случайно это произошло в День семьи, любви и верности. На первой регистрации в теремке после ремонта побывала Марина Матвейшина. Знакомство в День семьи, любви и верности просто не могло не привести в ЗАГС. Ровно год назад Виктория организовывала мероприятие. Александр на нем выступал. И просто не мог, говорит, не заметить такую потрясающую девушку, которая командовала всеми и вся. Александр, в свою очередь, покорил будущую супругу своим обаянием. Особо долго не приглядывались, сразу поняли, что, в принципе, должны быть вместе. Побывает, знаете, между минусом и плюсом срабатывает разряд. Ну вот и нас притянуло. Пожениться в теремке – мечта для многих самарских влюбленных. Место, как говорят молодожены, намоленное и приносящее удачу в семейной жизни. Восемь месяцев здесь шел ремонт. Реставрировали ветраж, укрепили фундамент, соорудили внутренний дворик для регистрации браков на свежем воздухе. И в День семьи, любви и верности дворец бракосочетаний открыл свои двери. Он стал очень функциональным. Он стал настолько функциональным, настолько нам стало удобно. Мы теперь не бегаем километры, мы быстрее отслуживаем гражданам. В общем-то, в этом вся была и затея, чтобы он стал более удобным. Теремок считается одним из архитектурных шедевров Самары. Здание было построено по эскизам местных архитекторов – Каркарьяна и Герасимова в 1984 году. Каждые пятые пары новообрачных Самары именно в теремке слышат самые главные и желанные слова. Объявляю вас мужем и женой. Марина Матвеевшина, Константин Головин. События. Согласны ли вы? Эту фразу сегодня можно было услышать и в сквере возле Самарского дома молодежи. До шести вечера там проходили торжественные регистрации. Все желающие могли отрепетировать свое бракосочетание или вспомнить, как это было в день свадьбы. Юлия Черняева также не удержалась от криков «Горько». Согласны ли вы взять в жены Елену? Согласен. Крики «Горько», первые поцелуи – свидетельство о браке. И вроде все по-настоящему, но без штампа в паспорте. Свадебную церемонию Василий и Елена в шутку называют генеральной репетицией. Ребята давно вместе, а сегодня, в день семьи, любви и верности, решили связать себя узами брака в молодежном ЗАГСе. Поначалу я была против, я недоверчиво относилась к этой идее. Но все-таки он меня уговорил, и мы решили, почему бы и нет. Следующий уже пункт в ЗАГСе. Приглашаем вас. Первая такая шуточная акция состоялась 14 февраля. И по просьбам влюбленных ее решили организовать именно в День Петра и Февронии Муромских. Самарские студенты идею поддержали. И даже создали виртуальную очередь из желающих сочетаться браком. Вопрос, а если вдруг кто-то не сойдет за характерами, организаторы даже не обсуждают. Я думаю, разводов у нас не будет. Достаточно серьезная статистика и надеюсь на долговечные браки. Мы рассчитываем на большое количество молодежи, потому что достаточно бурной дискуссии вызвала данная акция среди социальных сетей, в интернете и, в принципе, у наших друзей. Лучшие фотографии каждой пары будут размещены на официальных ресурсах Самарского дома молодежи. Народное голосование определит пять пар победителей, которые получат памятные призы. Юлия Черняева, Максим Гусев. События. В Самарском зоопарке не удержались и тоже отметили День семьи, любви и верности. Звериные пары в неволе не всегда образуются сами. Иногда им помогают люди. Звери долго привыкают друг к другу, но уж если вместе, то навсегда. О крепких пушистых семьях и их детенышах смотрите наш следующий сюжет. Пушистые семьи, настоящая любовь и верность. Семейный праздник отмечают в Самарском зоопарке. Рассказы о местных жителях, мастер-классы по созданию славянских оберегов и ромашек, символов праздника. И, конечно, общение с животными. Дима Александров здесь не первый раз. У меня нет любимого. У меня все любимые. А что бы ты хотел пожелать животным? Здоровья. Гвоздь программы – семейная пара животных. Их в зоопарке несколько. Некоторые объединяются только на брачный период, как вараны или дальневосточные леопарды. Они долго присматривались друг к другу. Суровый хан поначалу не принял изящную фелицию, но женское обаяние взяло верх. Живут вместе, правда, теперь больше ворчит супруга. У пары японских журавлей все впереди, они еще юные. Самый радостный момент, когда пара сформируется, но и потом еще более радостный, когда появляется потомство. Плод этой любви. Самая крепкая и невозмутимая пара – канадские волки и малыши Канада. Их союз возник давно и, наверное, уже на всю жизнь, говорят сотрудники зоопарка. Счастливое продолжение – трехмесячный волчонок-радар. Ласковый, как щенок. Через какое-то время, через год-полтора, он станет достаточно агрессивным, станет полувозрелым, тестостерона будет много, будет самец-самец. А лучшая пара этого года – енот, полоскун и его вторая половинка из Центральной Америки. Говорят, они частенько переругиваются, но все же. Как ни парадоксально, у животных можно поучиться человечности. Этот маленький енотик Гомер – плод любви пары енотов Лизы и Матроскина. Они вместе почти шесть лет заботятся друг о друге и берегут свой пушистый союз. Олеся Корецкая, Максим Гусев. События. Медицинская помощь шаговой доступности. Теперь она есть и в поселке Шмидта. Сегодня там открылась первая врачебная амбулатория. Она рассчитана на 2500 человек. Теперь, чтобы сделать прививку, взять направление или получить консультацию, не придется ехать в город. Осмотреть новое амбулаторное отделение отправилась Валерия Макарова. Такой близкой и доступной медпомощи здесь ждали несколько лет. Сегодня в поселке Шмидта открылась врачебная амбулатория. Раньше жителям приходилось обращаться в больницу около ЖД вокзала. Между тем поселок связан с городом, мостом и двумя автобусами. Собственная амбулатория теперь значительно облегчит жизнь. Нужна была, даже необходимо. Сейчас просто если тебе нужно какое-то направление, приходишь, здесь просто посмотрят тебе, все скажут, выпишут, все нормально, никуда подниматься не надо. У нас много пожилых людей, которые не в состоянии перейти через мост. У всех то давление скачет, то еще что-нибудь происходит. Один врач общей практики и три медсестры будут вести прием 5 дней в неделю. Плановая и экстренная помощь, прививки, направления. Теперь все это можно получить, не выезжая из поселка. Сюда будут приезжать и узкие специалисты. Здесь будет работать и мобильный флюорограф. То есть эта помощь станет доступной. А если помощь будет доступной, то появится и уверенность в завтрашнем дне. Почти весь медперсонал и сами жители поселка Шмидта. Своих соседей они знают много лет, как и их проблемы со здоровьем. Не успели открыть этот участок, как уже заговорили о планах на его будущее расширение. Задачу поставили, это прозвучало сегодня от жителей поселка Шмидта, что требуется еще одно отделение, уже педиатрическое. Когда здесь будет сформировано полноценный детский участок, как это называют медики, наверное, это будет задача следующего, уже следующего периода. Со следующей недели новый участок начнет принимать первых пациентов. Рассчитан он на 2,5 тысячи человек. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов. События. А теперь коротко о других темах дня. Со дна Волги подняли катер, который затонул после столкновения с судном «Восход». Водолазы поисково-спасательной службы обследовали почти 10 тысяч квадратных метров дна реки. Обломки доставали с глубины от 8 до 12 метров. Напомним, вечером 6 июля моторная лодка пересекала Волгу и столкнулась с судном на подводных крыльях. Пассажиры лодки, девушка и пожилой мужчина погибли. В самарских миротворцев подняли по тревоге. В 5 утра началась внезапная проверка боевой готовности отдельной мотострелковой миротворческой бригады Центрального военного округа. Тактические учения с боевой стрельбой прошли на Рощинском полигоне. Действия миротворцев контролировала группа штаба военного округа из Екатеринбурга. В аэропорту Курумыч к чемпионату мира 2018 расширит взлетно-посадочную полосу. Планируется отремонтировать восточный перрон, обновить и расширить площадь стоянки, переделать электросети. До декабря 2017 года необходимо обустроить ливневку и установить якорное крепление для самолетов. На работе запланировано 110 миллионов рублей. К чемпионату мира модернизируют и самарский железнодорожный вокзал. На это направят более 170 миллионов рублей. На платформу поставят навесы от солнца и дождя, установят дополнительные урны и скамейки, оборудуют систему оповещения. Также отремонтируют пассажирские платформы на остановках дальнего и пригородного сообщения в Самарской и других областях, которые относятся к Куйбышевской железной дороге. В субботу в Самаре и области ожидается переменная облачность и град. Пятничная жара до 30 градусов уступит место небольшому похолоданию до 20-25 градусов. Местами ожидается кратковременный дождь, град. В воскресенье облачность сохранится, днем станет теплее до 27 градусов. Новости спорта в эфире. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Сборной области чемпион России по огребле на драконах. Самарцы выиграли бронзовые медали Чемпионата мира по футболу. Сборная России по футболу выиграла бронзовые медали Чемпионата мира среди слабослышащих спортсменов. В Италии отличились и самарцы Сергей Доркичев и Роман Мафтеуца. За призовые места играли 16 команд. По две лучшие из четырех групп вышли в плей-офф. На групповом этапе сборная России одержала три победы из трех возможных. Сборная Самарской области чемпион страны по гребле на лодках. Дракон спортсменам удалось выиграть в нескольких дисциплинах и на трех дистанциях. 200, 500 метров и 2 километра. В категориях мужчины, женщины и миксты. В итоге самарцы поедут в составе сборной России на Чемпионат мира. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте на ствиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам, увидимся. Субтитры подогнал «Симон»